В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Родительская слава глава города наградил семью Симаковых почётным знаком. Благочинный Саровского округа Лев Юшков осветил кресты для куполов на храм в честь святого праведного Иова Многострадального. Дрим-дэнс-фест. Задоринки победили в танцевальном проекте в рамках фестиваля искусств в Славянский базар Витебске 2021. Далее расскажем обо всём подробно. Россияне смогут зарегистрировать рождение или смерть без посещения органов. ЗАГС по ряду государственной регистрации утвердило правительство. Соответствующее постановление вступило в силу 20 июля. Для регистрации рождения или смерти нужно отправить заявление в форме электронного документа за электронной подписью гражданина на портале госуслуг. Согласно новым правилам, государственная регистрация производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днём поступления заявления документов. Свидения о регистрации рождения или смерти отправят в личный кабинет заявителя. Свидетельства на бумажном носителе будут выдавать по желанию граждан. Об этом нужно указать в соответствующем заявлении. Предоставлять все справки в электронном виде в момент обращения за их получением власти РФ планируют к 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что до конца следующего года в цифровой формат переведут ещё примерно 200 госуслуг. Кроме того, по его словам, правительство планирует обеспечить все граждане РФ бесплатной электронной подписью. Глава города Алексей Сафонов вручил семье Симаковых почётный знак «Родительская слава». Им награждают родители, которые воспитали детей, достигших высоких результатов, в трудовой, учебной, творческой, спортивной деятельности. Подробности в следующем репортаже. Вручаю вам почётный знак «Родительская слава». Бесспорно, вы его достойны, потому что, ознакомившись с теми результатами, которые действительно вы со своей семьей достигли, вызывает огромное у меня уважение, огромное понимание, хорошую, светлую зависть. Семья Симаковых образовалась в 1988 году. За 33 года совместной жизни Елена Валерьевна и Владимир Геннадьевич воспитали двух дочерей – Ксению и Инну, которые благодаря поддержке родителей смогли добиться успехов в учёбе, спорте и других сферах. Владимир Симаков считает, что именно достижения дочерей помогли получить почётный знак «Родительская слава». Конкурс «Родительская слава». Он скорее посвящён достижениям не родителей, а детей. То есть у нас две дочери, и за их достижения, в общем-то, это и был победой в этом конкурсе, их достижения. Владимир Геннадьевич помогал дочерям в учёбе, а Елена Валерьевна отвечала за творческие и спортивные увлечения девочек. Старшая дочь Ксения с детства играла на фортепиано и с годами не утратила любовь к музыке. А сейчас помогает уже своей дочери освоить игру на скрипке. Младшую дочь Инну родители решили отдать в лыжную секцию. Под руководством Елены и Николая Судовых Инна была многократным победителем и призёра соревнований различного уровня. Поступив в МГУ, девушка не забросила спорт и продолжает добиваться новых успехов. Лыжный спорт, он же очень разносторонний без спорта. Там и бег, и роллеры, и лыжи. И вот сейчас ещё добавляется, у нас дочка сейчас ещё и плавает. И вот у нас вчера она в Суздале заняла на тревле третье место на 20 километрах. Ну то есть разными видами спорта она занимается. По словам супругов, секретом успешного воспитания детей они считают заботу, разделение интересов и понимание. Подать документы на зачисление в детский технопарк «Кванториум» можно в Молодёжном центре 20 и 22 июля с 17.30 до 19.30. А затем каждый вторник и четверг в это же время с собой необходимо взять копию основного документа ребёнка – маску, перчатки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Жители семи регионов России, где пройдёт дистанционное электронное голосование, смогут подать заявки на участие в нём через портал Госуслуг со 2 августа по 13 сентября. Они смогут отозвать своё заявление, но не позднее полуночи, 13 сентября. Если заявление подано и не отозвано до этого момента, проголосовать на избирательном участке будет невозможно. Электронное голосование в сентябре пройдёт параллельно с обычным. С 8 утра 17 сентября до 8 вечера 19 сентября. Но в отличие от традиционных участков, электронные будут работать и ночью. Напомним, согласно решению Центра сберкома, в единый день голосования отдать свой голос дистанционно можно будет на выборах всех уровней в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Реализацию программы «Профессионалитет», которая позволит сократить срок обучения в колледжах, запустят с 1 сентября 2022 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы планируем комплексную реструктуризацию среднего профессионального образования за счёт взаимодействия с предприятиями, то есть отраслевого подхода подготовки кадров», – отметила она. По словам Голиковой, пандемия наглядно показала, что люди без опыта работы и без профессионального образования – одна из наиболее уязвимых категорий населения. Как ранее сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, срок обучения в колледжах по некоторым специальностям сократят от двух лет. По словам министра, 30% программ подготовки в колледжах не соответствуют запросам регионов. В связи с этим ведомство планирует провести их актуализацию. В Сарове выросло число аварий с участием пьяных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция. Сотрудники ГИБДД обращаются к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам 0-2 или 112. 21 июля с 8 утра до 10 вечера будет отключено электроснабжение по следующим адресам. Проспект Ленина, дома номер 2, 4, 6, 8. Улица Фрунзе, дома номер 10, 11, 12 и 13. Улица Гагарина, дома номер 18 и 20. Улица Шверника, дом номер 12. Электроснабжение отключат в связи с первым этапом реконструкции трансформаторной подстанции. По окончанию ремонтных работ напряжение могут подать без предупреждения. Федеральное медико-биологическое агентство начало клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Участие в них примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутации. В июне завершились доклинические исследования препарата и их признали успешными. Были доказаны его иммуногенность, защитный потенциал и безопасность. Разработчик вакцины – Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Напомним, что в настоящее время в нашей стране зарегистрированы 4 вакцины от ковида. Спутник ВИК, КВИВАК, ЭПИВАК, КОРОНА и Спутник ЛАЙТ. За последние сутки в нашей стране выявили 23 770 новых случаев коронавирусной инфекции. В Нижегородской области зарегистрировали 527 заболевших. В Сарове за сутки выявили 5 новых случаев COVID-19. Из тех, кто госпитализирован, 3 саровчанина в тяжелой степени, 45 – средней степени тяжести, 1 – в легкой. С начала наблюдений в городе от ковида умерли 135 человек. Благочиной Саровского округа протеерей Лев Юшков осветил кресты для куполов на храм в честь святого праведного Иова Многострадального. Строительство здания началось в октябре 2008 года. 28 июня 2013 состоялось Великое освящение храма, которое совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Подробности далее. Для верующих особенным праздником стало освящение крестов, которую венчают купола храма Иова Многострадального. Торжественное событие собрало прихожан и из других приходов. В совершении чина освящения благочины Мусаровского округа помогали иереи города. В проповеди отец Лев напомнил собравшимся о значении символа креста, о его значимости для христианина. Крест – это наше спасение. Крест – красота церкви, крест верных утверждений. И с тех пор, как на нем пострадал Господь наш Иисус Христос, крест из орудия позорной смерти стал знаменем спасения. Освящение крестов – один из этапов строительства нового пристроя к храму. С каждым днем количество прихожан церкви увеличивается. Сюда приходят и родители с детьми, и молодежь. Поэтому расширение помещения храма – очень значимое событие для всего прихода. Мы храм реконструируем, расширяем его. У нас сейчас, в настоящее время, храм небольшой. Людям стоять в храме тесно. И вот после того, как храм будет увеличен, когда мы войдем туда, а намереваемся мы войти туда в зиму, то, конечно, будет молиться более удобно в храме. Сегодня действительно такое важное событие, значимое для всего храма, для всех нас, прихожан. Потому что это один из этапов открытия нашего большого будущего храма. Потому что нам маленьким было всегда уютно, по-домашнему, но он был маловат. Вот сегодняшний праздник, он такой будет запоминающий, потому что я второй раз на освящении куполов. Очень такой, значит, торжественный и немножко волнительный. После освещения купола и кресты рабочие поднимут в течение дня. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Саровчане стали победителями третьего танцевального проекта Dream Dance Fest в рамках фестиваля искусств «Славянский базар Витебске-2021». Старшая группа студии эстрадной и народной хореографии Задоринки Анна Козловская получила гран-при за танец «Черный ворон». Подробности в следующем репортаже. Опыт выезда за границу для Задоринок был впервые. Особой гордостью для коллектива стало представление России на Большом международном фестивале искусств «Славянский базар Витебске». Никто из участниц и не мечтал о гран-при, но упорный труд и талант девушек сделали свое дело, и саровчане стали лучшими из лучших в танцевальном искусстве. Сначала мы прошли национальный отбор, который был организован в Москве при посольстве Беларусь. И как победители этого проекта мы поехали представлять Российскую Федерацию бесплатно. Нас пригласила Республика Беларусь, и мы имели такую честь танцевать за нашу страну. Танец «Черный ворон», который студия представила на фестивале, повествует о судьбе русской женщины, о ее силе духа и стойкости. Постановка покорила зрителей и членов жюри необыкновенной глубиной и зрелостью чувств. Несмотря на юный возраст, девушки исполнили танец трепетно и проникновенно. Это такой номер, который, мне кажется, тронет за душу любого зрителя, даже самого жесткого критика. И, конечно, очень хочется, чтобы этот номер танцевал как можно больше на саровской сцене, чтобы наши саровчане посмотрели этот шедевр и прониклись. Победа на танцевальном проекте «Дрим Дэнс Фест» в рамках фестиваля вызвала у участниц бурю эмоций. Слезы счастья, восторг и искренняя радость – все чувства девушек не передать словами. Это было грандиозно. Конечно же, мне очень сильно понравилось, потому что это такой уровень, когда мы поехали именно на международный конкурс в другую страну. Церемония награждения – это невероятные эмоции, это незабываемые. Когда ты стоишь и даже не ожидаешь, даже не думаешь о том, что ты можешь выиграть на таком уровне, на таком конкурсе. У задоринок большие творческие планы. Девушки прошли отборочный тур по программе Ассоциации ЮНЕСКО. Теперь коллектив ждут на конкурсе в Париже. 20 июля отмечают Международный день торта. Праздник посвящен миру и дружбе между людьми и народами. Его девиз – «I-Cake you», который означает «Я приду к тебе с тортом». О том, где в городе выпекают самые вкусные десерты, расскажем в следующем репортаже. Фирменный медовик и «Наполеон». Трюфельные и бисквитные тортики с кремом. Мягкое мороженое с различными топпингами. Знакомые с детства вкусы или новые необычные сочетания. В «Сдобушке» каждый найдет, чем себя побаловать. Среди наиболее востребованных тортиков, которые здесь продаются, «Наполеон» и «Снежный трюфель». Это шоколадно-медовые коржи с кремом из взбитых сливок с шоколадом. Причем снежные трюфели разлетаются, как горячие пирожки. Но директор «Сдобушки» Татьяна советует обратить внимание на чудо-медовик. Это очень вкусные карамельные коржи, нежный сливочный крем и грецкие орехи с черносливом. Замечательное сочетание. Очень вкусный десерт. Хотелось бы сказать про «Брауни». Тремя словами, наверное, влажный, сочный, мега-шоколадный десерт. В «Сдобушки» используют только свежие и качественные натуральные продукты. Готовые кондитерские смеси, маргарин, яичный порошок или сухое молоко пекари обходят стороной. Каждое блюдо готовят как самим себе. Поэтому, покупая десерт из «Сдобушки», вы можете быть уверены в качестве продукции. Заказать угощение на свое торжество можно даже за один день. Доставят его бесплатно. Можно торт заказать по случаю, без случая, с оформлением, без оформления, на любой вес, на любую цену. То есть, каждый заказ обговоривается индивидуально. Ну, конечно, чаще всего заказывают детские торты. Детские торты и видят цифры с любимыми героями детей. Побаловать себя вкуснейшими десертами можно не только в день рождения. Сладости от «Сдобушки» любой даже ненастный день превратят в праздник и подарят хорошее настроение. Познакомиться с ассортиментом кондитерской можно в группе ВКонтакте. Пекарня находится в Элиганте на улице Чапаева. Телефон – плюс семь девятьсот пятьдесят шестьсот восемь сорок шесть девяносто восемь. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!